Всем привет! Сегодня я вам покажу моё лего снайперскую винтовку. У неё есть прицел. Это достаточно хороший магазин. Я, кстати, сделал новый приклад. Такие я ещё ни разу не делал. И она очень даже мощная. Она стреляет вот такими патронами. Сейчас я вам покажу, как её перезаряжать, а потом мы из неё постреляем. Для того, чтобы перезарядить эту винтовку, надо сначала вынуть магазин, взять патроны и по одному вставлять в магазин. Можно сразу несколько, но я вставляю по одному, так удобней. Далее надо просто вставить магазин обратно в винтовку. Таким образом. Всё, винтовка заряжена, можно её пострелять. Ещё просто надо затвор отодвинуть, задвинуть. Тогда она полностью заряжена будет. И сейчас это сделаю, и мы постреляем. Я полностью винтовку перезарядил. Теперь можно пострелять. У меня там стоят две мишени. Она сейчас упала во вторую. И пробую прицелиться. Вот. Она стреляет очень точно. И из неё сложно промазать. Ну, если, конечно, будешь стелиться и туда, куда надо, то туда, конечно, промажешь. Сейчас подниму эту мишень и стрельну в неё. Перезаряжается она таким вот образом. Надо поднять затвор. Задвинуть его назад и задвинуть обратно. Всё, она заряжена. И из неё можно стрелять. Прицеливаюсь. Вот. Видите, стреляет она очень мощно. И мы перейдём сейчас к внешнему обзору. К внешнему обзору я хочу вам сказать, что в магазин помещается семь патронов. Это достаточно большое количество для такой вот лего винтовки. Потому что у меня раньше вроде бы поменьше как-то помещалось. Сейчас я решила сделать магазин подлиннее. Таким. И теперь помещается больше патронов. Ну, и сейчас мы как раз перейдём к внешнему обзору. Винтовка выглядит таким образом. Здесь есть вот такой вот приклад. Он очень удобный. Я ещё раз скажу, что я такой приклад никогда не делал на винтовке. Только одна винтовка, про которую я заснял видео, для которой я как раз и делал прицел. Тот. Про который я уже видео выложил. Ещё, я не знаю, месяц, наверное, назад. Вот. Побольше, поменьше. Точно не помню когда. У неё тоже такой же приклад был. Далее идёт ручка. Она выглядит вот таким образом. Я её попытался сделать всю коричневую типу. Деревянная. Курок. Прикольный такой. Вот эта вот часть для защелки магазина. Сам магазин. Я попытался его сделать как можно более одноцветным. У меня получился и чёрным, и в некоторых местах серый. И нерезинка жёлтая. Здесь есть окно для выброса гильц. Прицел. Ствол. Мандула. Вот это. Вот так она выглядит. Ещё могу поставить магазин. Она выглядит полностью вот так вот. Сейчас наше видео подходит к концу. Я всех хочу благодарить за присмотр. Всем удачи, хорошего дня. Видите моих в следующих выпусках видео. Пишите в комментариях, что мне сделать для следующего видео. Надеюсь, мне их не получится. Если они выключатся, я их стараюсь включить. Ещё не забывайте подписываться на мой канал. Ну а сейчас всем пока. Продолжение следует. pestiert. По плане.